К другим новостям. В Большом ЗАТО состоялся торжественный вечер, посвященный десятилетию объединения трёх городов. ЗАТО Александровск появилось чуть больше десяти лет назад по указу президента. Однако история Большого ЗАТО началась намного раньше, ещё в царской России. Мы прекрасно знаем, как развивалась Заполярия, как оно было, как оно действовало, как образовывался Романов на Мурремане, что это был последний имперский проект крупной империи во главе с Николаем II. Мы знаем, как развивался наш Полярный, которому 120 лет в этом году. Это очень отрадно, потому что именно с нашей Кольской земли, с нашего города, с села Александровская, начиналась веха развития Кольского Заполярия в том числе. Полярный на несколько лет старше Мурманска. У города воинской славы большая военная история с великими героями. Спустя почти 40 лет после становления Александровска появилась и ещё одна значимая для подводных сил военно-морского флота точка на карте, город Гаджиево. Позже родился и Снежногорск. Сегодня вместе с населённым пунктом Оленья Губа три города образуют большой и стратегически значимый для всей страны закрытый объект. Каждый житель каждого населённого пункта, Гаджиево, Снежногорск, Полярный, Оленья Губа, они будут всегда защищать именно свой уголок, именно свой любимый край. Поэтому я могу сказать, что мы состоялись, мы сегодня есть, мы сегодня передовые, мы развиваемся и всё у нас впереди. Во время торжественного вечера, посвящённого десятилетию со дня объединения городов ЗАТО, Александровцам, внёсшим значительный вклад в развитие Кольского Севера, вручили нагрудные знаки «Русское Заполярье», выпущенные в честь 125-летия экспедиции ВИТЭ. «Русское Заполярье» «Русское Заполярье»